Волшебник Баба Игах. Русская сказка. Жили себе дед да баба, дед овдавел и женился на другой жене, а от первой жены осталась у него девочка. Злая мачеха ее не полюбила, била ее и думала, как бы вовсе извести. Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке, поди к своей тетке, моей сестре, попроси у нее иголочку и ниточку, тебе рубашку сшить. А эта тетка была баба-яга, костяная нога. Вот девочка не была глупа, да зашла прежде к своей родной тетке. Здравствуй, тетушка. Здравствуй, родимая, зачем пришла? Матушка послала к своей сестре попросить иголочку и ниточку, мне рубашку сшить. Та ее научает. Там тебя, племянушка, будет березка в глаза стягать, ты ее ленточкой перевяжи. Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать, ты подлей им под пяточки маслица. Там тебя собаки будут рвать, ты им хлеб собрось. Там тебе кот будет глаза драть, ты ему ветчины дай. Пошла девочка, вот идет-идет и пришла. Стоит хатка, а в ней сидит баба-яга, костяная нога и ткет. Здравствуй, тетушка. Здравствуй, родимая. Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку, мне рубашку сшить. Хорошо, садись, покуда ткать. Вот девочка села закросно, а баба-яга вышла и говорит своей работнице. Ступай и стопи баню, да вымой племянницу. Да смотри хорошенько, я хочу ею позавтракать. Девочка сидит ни жива, ни мертва, вся перепуганная и просит она работницу. Родимая моя, ты не столько дров поджигай, сколько водой заливай, решетом в воду носи. И дала ей платочек. Баба-яга дожидается, подошла на к окну и спрашивает. Ткешь ли племянушка, ткешь ли милая? Тку, тетушка, тку, милая. Баба-яга и отошла. А девочка дала коту ветчинки и спрашивает. Нельзя ли как-нибудь уйти отсюда? Вот тебе гребешок и полотенце, говорит кот. Возьми их и убежи. За тобой будет гнаться баба-яга. Ты преклони ухо к земле. И как заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце. Сделается широкая-широкая река. Если же баба-яга перейдет через реку и станет тебя догонять, ты опять преклони ухо к земле. И как услышишь, что она близко, брось гребешок. Сделается дремучий-дремучий лес. Сквозь него она уже не проберется. Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала. Собаки хотели ее рвать. Она бросила им хлебца. И они ее пропустили. Ворота хотели захлопнуться. Она подлила им под пяточки маслица. И они ее пропустили. Березка хотела ей глаза выстегать. Она ее ленточкой перевязала. И та ее пропустила. А кот сел закросно и ткет. Не столько наткал, сколько напутал. Баба-яга подошла к окну и спрашивает. Ткешь ли племянушка? Ткешь ли милая? Тку, тетка, тку, милая. Отвечает грубо кот. Баба-яга бросилась в хатку. Увидела, что девочка ушла. И давай бить кота и ругать. Зачем не выцарапал девочке глаза? Я тебе столько лет служу, говорит кот. Ты мне косточки не дала. А она мне ветчинки дала. Баба-яга накинулась на собак. На ворота, на березку и на работницу. Давай всех ругать и колотить. Собаки говорят ей. Мы тебе столько служим. Ты нам горелой корочки не бросила. А она нам хлеб содала. Ворота говорят. Мы тебе столько лет служим. Ты нам водицы под пяточки не подлила. А она нам маслица подлила. Березка говорит. Я тебе столько лет служу. Ты меня ниточкой не перевязала. А она меня ленточкой перевязала. Работница говорит. Я тебе столько лет служу. Ты мне тряпочки не подарила. А она мне платочек подарила. Баба-яга костяная нога поскорее села на ступу. Толкачом погоняет. Помелом след заметает. И пустилась в погоню за девочкой. Вот девочка преклонила ухо к земле и слышит, что Баба-яга гонится и уж близко. Взяла да и бросила полотенце. Сделалась река. Такая широкая, широкая. Баба-яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела. Воротилась домой. Взяла своих быков и пригнала к реке. Быки выпили всю реку дочиста. Баба-яга пустилась опять в погоню. Девочка преклонила ухо к земле и слышит, что Баба-яга близко. Бросила гребешок. Сделался лес такой дремучий да страшный. Баба-яга стала его грызть. Но сколько ни старалась, не могла прогрызть и воротилась назад. А дед уже приехал домой и спрашивает. Где же моя дочка? Она пошла к тетушке, говорит мачеха. Немного погодя и девочка прибежала домой. Где ты была? Спрашивает отец. Ах, батюшка, говорит она. Так и так. Меня матушка посылала к тетке попросить иголочку с ниточкой. Мне рубашку сшить. А тетка Баба-яга меня съесть хотела. Как же ты ушла, дочка? Так и так, рассказывает девочка. Дед, как узнал все это, рассердился на жену и расстрелял ее. А сам с дочкой устал жить да поживать, да добра наживать. И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова